Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, дарующий нам Тору, дарующий Слово Своё. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты стал Торой воплотившейся, что Ты принёс нам спасение во имя Твое Святое. Ишуа. Амин. Итак, я хочу сразу попросить у Вас прощения по поводу прошлой, когда я в прошлый раз говорил. Я сказал, что всё тайное становится явным, нет в Писании. Простите меня. Оказывается, Писание было правильным. Всё тайное становится явным и нет ничего сокрытого, чтобы не вышло бы наружу. Это Евангелие от Марка. Не только там Сократ сказал, но это сказал Ишуа, который больше Сократа и который сильнее Сократа. Хорошо. Недельный раздел Торы называется «Бехар», и он буквально переводится с иврита как «На горе». Это 32-й раздел Торы и 9-й раздел книги Левит. Имя своё получил по первому значимому слову текста «Вайдабер Адунай эль Моше бехар Синай» и сказал Господь Моше на горе Синай. И он начинается с 25-й главой 1-й стих и заканчивается 26-й главой 2-й стих. И эта глава очень интересная, потому что в ней говорится о двух важных вещах. В них говорится о Шмите и о Йовель. И, конечно, понятно, что Шмита, Йовель для вас ничего не значит. Но я вам скажу как бы уже, скажем, человеческим языком. Год Шмиты – это седьмой год, который заповедовал Господь, чтобы… чтобы, ну, как бы седьмой год, а Йовель – это юбилейный год, это семь по семь. И эти очень… ну, и в эти годы происходили очень интересные, важные события. И если мы посмотрим на Писание, что там говорится, то есть вы помните, да, что шесть лет, ну, шесть, как в Писании, шесть дней человек работает, а седьмой что он делает? Отдыхает. Отдыхает, это Шаббат. И вот год Шмиты – это Шаббат времени, Шаббат годов. То есть этот год, когда люди отдыхали, когда они не пахали землю, когда они не делали ничего такого, но они просто, ну, как бы, они давали земле отдохнуть. Рабов выпускали на свободу, прощались с долги. И семь по семь, то есть это уже был юбилейный год, 49, то есть 50-й год – это было то же самое. То есть происходили определенные события, например, кто-то продавал свою землю, кто-то продавал свой дом, и потом наступал 50-й год. И человек получал обратно то, что ему дали, то есть то, что он продавал. И если, конечно, книга «Левит» не очень мы любим, потому что это юридическая книга в каких-то моментах. И когда мы читаем вот эти всякие вот это, то мы не всегда понимаем чего-то. Ну, и может, и неинтересно, ну, может, кто-то и любит это, но я скажу, я не всегда это любил. Но чем ты больше уже пребываешь с Господом, тем ты больше понимаешь, что все не просто так в этой книге. И когда мы начинаем читать эту книгу, мы начинаем видеть характер Бога. И я как бы понял, что вот шмиты и вот этот ювель – это милосердие Божие. На самом деле, человек, который продал себя в рабство, кто продал себя в рабство? Он сам себя продал. И он мог бы и оставаться этим рабом, но Бог по милосердию своему говорит, отпусти брата твоего. Более того, он говорит, когда он продал себя в рабство, не относись к нему как к рабу, а будет он у тебя как наемник. И, ну, понимаете, да? То есть у Бога есть милосердие. Милосердие, которое он оказывает своим детям. Милосердие, которое он оказывает даже земле. И это год веры. Почему? Потому что Господь говорит, что в седьмой месяц, в седьмой год и в пятидесятый год нельзя есть от земли ничего. То есть вот вырос урожай, нельзя ее трогать. Виноград вырос, нельзя его есть. И тогда возникает вопрос, а что же нам есть? А что же нам кушать? Что же нам делать? И Господь говорит очень просто. В шестой, ну, в шестой и, скажем, в сорок девятый я дам на три года вперед. Господь, а точно ли ты это сказал? Боже, неужели это правда? А Господь говорит, испытай меня. Мы очень часто берем вот этот момент, где говорит Господь, испытай меня, там, десятина, да? Испытай меня. И здесь та же самая история. Он не говорит, что испытай меня прямым текстом. Он говорит, испытай меня. Делай, как я тебе говорю, и я позабочусь о тебе. Это очень важно. Потому что мы порою верим в Бога. Мы верим, что Бог сотворил этот мир. Мы верим, что Бог держит все в своих руках. Но вопрос вера, она включает доверие. Если я верю, я и доверяю. Я верю Ему, и я доверяю Его Слову. Я делаю, как Он говорит, потому что Он верен Своему Слову. Это очень важно. Потому что мы часто верим Ему, но где-то говорим, Боже, да, будет воля моя, как Твоя. Да буду я делать, ну, понимаете меня. Ну, наверное, я один такой среди вас. И вот однажды, я хочу просто уже перейти немножко дальше. И откроем Луки, 4 главу, 14 стих. И возвратился Иешуа в силе Духа Святого в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назаре, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день и субботне в синагогу, и стал читать. И мы подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И вот это слово «лето Господне благоприятное» — это крок Исаии, он цитировал книгу пророка Исаии. Вот это «лето Господне благоприятное» — это и есть вот этот Юлэль, 50-й год. Потому что что он делал? Он делал то же самое, что делал Господь в Торе. Пленных, что пленные? Отпускались на свободу, нищие, что слепые прозревали, измученные на свободу. Понимаете, да? Мы сейчас живем в очень интересное время. Мы живем, может быть, это не время, как бы 50-й год именно по календарю, что 49, но мы живем в лето Господне благоприятное. Время, когда Господь пришел для того, чтобы открывать глаза слепым, отпускать измученных на свободу, давать мир тем, кто находится в темницах. И самое интересное, что мы являемся участниками этого движения. Как в те годы, когда Израилю Бог заповедовал, Он говорит, если у тебя есть кто-то, кому ты должен, прости его, отпусти. Если кто-то должен тебе, прости долг. Если есть раб, отпусти его на свободу. Но не просто отпусти, еще и дай ему денег за то, что он работал на тебя. Понимите, Божья милость и справедливость. И наше время, в котором мы сейчас живем, это время Божьей милости и справедливости. Вы спросите, каким образом? Дальше написано, день мщения Господа нашего. И благая весть, которую мы уверовали, что уверовавший, что будет иметь? Жизнь вечную. Она имеет и плохую сторону. Тот, кто не уверывает, он не будет иметь этого. И от нас зависит, будут ли они это делать или нет. Понимаете, есть вещи, которые хотелось бы делать, которые не хочется делать. В те времена Израиль не говорил, я хочу это делать или я не хочу это делать. Они жили этим. Это была их жизнь. Они не думали, вот эту заповедь я исполню, эту я не исполню, это мне устраивает, это мне не устраивает. Господь сказал, они его слушали, они его любили и они исполняли. Исполнение заповедей, это было их отношение с Богом. И сегодня мы живем во время, когда Ишоуа сказал, что он пришел сделать определенные вещи. Отпустить измученных на свободу, пленным дать, больных исцелить. И потом он сказал в Матфея, последняя глава. Итак, идите во все народы и что делаете? И несите вот эту весть об этом годе юбилейной свободы другим народам. Несите, учите их тому, чему учил я вас, для того, чтобы эти люди могли получить эту свободу и войти в радость. Потому что я не видел рабов, которые ходят такие, ааа, классно, я раб, ура. Они сидят и смотрят на свободных людей и втайне мечтают об этом. Может не говорят, а может они привыкли к этому. Но от нас зависит, услышат ли они эту благую весть или нет. Мы платим цену. И вы знаете, эта цена порою бывает большой. И от нас зависит, будет ли изменен этот мир или нет. Мы не спасители, спаситель Господь. Но мы можем быть спасателями, командой тех, кто будет нести спасение. Вот эту весть о юбилейном годе, о годе Шмиты, о том, что пришло время, когда измученные могут выйти на свободу. Через веру. Через веру в Ешуа. Через то, что Господь объединяет евреев и неевреев в одного нового человека. То, что говорил доктор Саев. Один новый человек в Боге. Евреи и неевреи. Новый Адам. Чтобы вместе мы могли воздать ему славу. Потому что он создал нас для того, чтобы прославить его. И наша задача, наша община тоже для этого создана. Мы созданы, чтобы нести благую весть Ешуа евреям в этом городе. А мне спросили, а как неевреи? Конечно, и неевреям тоже. Но знаете, есть как бы инструменты. Есть отвертка, есть молоток. И у каждого инструмента есть свое предназначение. И предназначение нашей общины, каждого из нас, это Израиль. Это евреи. И если к нам в это время присоединяются, как по Писанию, к одному десять ухватятся и скажут, «О, мы с тобой, потому что ты с Богом». Так слава Богу. Отлично, классно, это хорошо. Поэтому давайте мы будем не просто как бы говорить, ну знаете, как бы слушателями, но делателями. И в год Шмиты нужно было доверять Богу. Давайте мы будем доверять, что Он позаботится о нас. В год Шмиты и в год Ювель Бог сам доказывал это. Он просто показывал свою любовь, проявлял это. Давайте мы будем искать Его. Его. И Он позаботится о нас. Мы не часто ищем плоды, чудеса, знамения. Это хорошо. Но давайте искать Господа. И когда мы найдем Его, поверьте, написано, что это будет сопровождать нас. Написано, уверовавших же будут сопровождать. Он не говорил, что нашедших их будут сопровождать. Нам нужно войти в этот год Шмиты. Нам нужно войти в этот год Ювель. Поэтому моя просьба, мое пожелание лично себе и каждому из вас. Давайте мы будем слушаться Его. И давайте мы будем читать Писание и размышлять над Ним. Не просто думать, как оно интересно, а спрашивать Господь, что я могу сделать. Что я могу сделать. Это важно. Потому что, поверьте, если Он сказал, Он позаботится. Если Он сказал, Он сделает. Если Он сказал, Он совершит. А теперь уже все зависит от нас. Вы услышали? Господь, мы благодарим Тебя за милость Твою и благодать, которую Ты нам явил в Ешуа. Мы благодарим за лето благоприятное, которое пришло в жизнь каждого. Которое пришло в Одессу. Господи, мы просим, благослови, Господь, эти служения, которые будут проходить. Служения Сидорота. Мы просим Тебя, Господи, чтобы сегодня многие измученные вышли на свободу. Мы просим, чтобы многие, кто нуждается в Твоей помощи, получили эту помощь. Чтобы многие, кто просто взывает к Тебе, были услышаны Тобой. Мы просим, чтобы Ты использовал каждого из нас. Чтобы Твоя весть, весть об этом прекрасном времени, времени спасения, оно дошло до тех, кто сейчас нуждается в этом. Во имя Ешуа. И мы благословляем Израиль, мы благословляем нашу страну, Украину. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не оставишь нас без своего внимания. Амин.